Дом цветы и радужное небо. Таким видится мир 7-летней Маши Грачевой. Вот только яркие краски померкли. Меньше 10 дней назад родители узнали, что у их Машеньки рак. Четвертой стадии. Болезнь протекала бессимптомно, но внезапно это весной начал немного косить глаз. Мы сделали МРТ головного мозга. И в результате нам поставили диагноз диффузная глиома ствола мозга. Оперировать нельзя, опухоль пробралась слишком глубоко. Российские онкологи посоветовали крепиться, говорили, проживет не больше 5 лет. Но родители девочки не согласны, они уверены, что у их любимой дочери будет долгая счастливая жизнь. Мы приняли решение, мы уехали из больницы, приняли решение лететь в Южную Корею, чтобы обеспечить себе ребенку максимальную помощь. Потому что, к сожалению, здесь, в России, мы очень благодарны всем врачам. Я хочу это сказать за понимание, за ту помощь, которую они здесь нам оказывают. Но такого комплексного лечения, к сожалению, в России мы не получим. Кроме того, в Южной Корее есть высокотехнологичное оборудование. И помимо лучевой терапии, можно попробовать еще более щадящую, эффективную, протонную. Если это подействует и опухоль уменьшится, то ребенка смогут прооперировать. Правда, на лечение за границей нужны деньги – 2,5 миллиона рублей. У родителей таких средств нет, ведь они воспитывают еще одного ребенка. Вы знаете, мы сидим, идут смс-ки. Это приходят деньги, люди помогают. Это невероятное благодарность, спасибо вам всем. Помогают родственники, мои личные друзья. И прилеченных средств около миллиона уже есть. На лечение в Южную Корею семья вылетает уже сегодня. Но, чтобы вы понимали, 2,5 миллиона рублей – это лишь первоначальные деньги. Средств понадобится гораздо больше. Родители Маши также обратились в благотворительные фонды Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой. Помочь можем и мы, важен каждый рубль. Давайте подарим ребенку шанс осуществить все свои мечты. Играть на скрипке, танцевать и ежедневно радовать всех своей лучезарной улыбкой. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.